Всем привет-привет, с вами Турбоюжик. Сегодня у нас интересная серия, у нас выросло дерево. Мы будем жить на острове, который изначально был необитаемым, но сейчас здесь живу я. И также здесь были еще коровы, 4 штуки, которые нам очень пригодятся. В дальнейшем, какие наши планы на сегодня? Наши планы на сегодня это добыть изначальные ресурсы. Мы будем копаться в шахте, мы будем обустраивать шахту. Кстати, где она моя шахточка? И естественно ровнять землю. Все это нам нужно будет сделать сегодня, все лишнее мы ставим сюда. Здесь мы сожгли топорик, где мой? Топорик мы забираем и плавим из него прелестный уголь, который мы сплатируем вот сюда. Кстати, топориком мы сейчас еще должны срубить доски. Мы отправимся в шахту, мы там будем добывать железо, будем надеяться, если найдем. И также, возможно, найдем сегодня алмазы. Сейчас. Я чихнул. Спасибо. Если кто-нибудь сказал, будь здоров, конечно. Может быть, кто-нибудь и скажет в комментариях. Так, отлично. У нас два уголя, которые я оставлю здесь. У нас есть куча факелов. Мы сейчас собираемся в шахту. Изначально. Давайте расскажу, как нужно идти в шахту. Ну, многие знают, конечно, но я для тех, кто не знает. Для шахты. Вам понадобится освободить инвертарь от всего лишнего. Потому что в шахте очень много, очень часто нужны вещи. Ну, как нужны вещи, я сказал тоже. Очень часто нужно место в инвертаре. То есть, нам нужны доски изначально. Часть из них мы сразу переделываем в этот. И делаем максимальное количество кирок. Потому что непонятно, когда мы в следующий раз найдем... Когда мы в следующий... Так, подождите, у нас лопаты нет. Лопата тоже нужна. Потому что непонятно. Я что-то слышал. Я что-то слышал. Просто непонятно, когда мы в следующий раз найдем ресурсы. Ну, верстак будем создавать и так далее. Сейчас я быстренько посажу все, что у меня есть. Вот, пшеницы. Чтобы пока я копался в шахте, здесь она вся росла. А, неправильно я сажаю. Надо сажать ее рядом с водой. Тогда она получится более вкусной. Ну, хотя нет, воды все равно нету. Она на нижнем уровне. Будем сажать хотя бы так. Не понял. У меня еще корова саженца сожрала. Вы видели это, а? Ну-ка, ну-ка. Почему мои саженцы выкинулись? Неужели коровы начали жрать саженцы? Вряд ли. Я думаю, ну, мало ли. Все возможно. В новых версиях Майнкрафта, может быть, это исправили. Я не в курсе просто. Если это так, я этих коров нафиг загон загоню. И ничего не будут жрать у меня. Ну что, жрете еще? Нет, не жрут. Интересно. И еще нам бы понадобилась еда, но у нас ее нету. Пошли в шахту. Все. Копаем под себя. Ну, не под себя. Вот такой вот лесенькой. Потому что она себя зареком... Оооо! Я нашел кое-что ценное. Это гранит. Он идеален для строительства хороших сооружений. Ну, по крайней мере, я очень люблю строить из гранита. Вот он. Красавец. Я постараюсь его накопать как можно больше. Ну, точнее, все, что здесь есть, надо накопать. Он мне понадобится для строительства домов, сооружений и памятников архитектуры. Скажем так. Так, интересно. Какое количество гранита находится в одной залежи? Вот мне интересно. Примерно, наверное, как мрамора. Или мрамора, говорю, как андезита. Так, сколько у нас гранита? Много. Ну, не много, а мало. Всего один стак где-то будет. Надеюсь, где-то два стака я здесь накопаю. Хотя далеко не факт. Надо всегда освещать тот путь, то место, где вы копали, чтобы здесь не зарождались мобы. Андезит мне, в принципе, не нужен. А вот гранит я буду с удовольствием выкапывать. Прям с радостью. Такой. Потому что я люблю из него строить. Хотя между ними особо этой разницы нет. Вообще, хоть и земли можно строить в Майнкрафте. В реальной жизни такого делать нельзя. Вот мне интересно, когда наш дорогой Нотч, или как его там называют наши друзья, создавал Майнкрафт. Он, наверное, думал, что это будет какой-то строительный симулятор. Майнкрафт. Хотя нет, шахтерский симулятор. Майн это типа шахтер, а не я. Майнкрафт. Майнкрафт. Шахтерское ремесло. Майнкрафт. 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 Наверное и хватит Поехали дальше Копания в шахте Кстати насчет шахт Вы знаете что настоящие шахтеры Когда отправляются в шахту Имеют при себе такие аппараты Самоспасатели Они прям так и называются Дело в том что В шахтах очень часто бывает Заваливает шахтеров и они остаются Без еды, воды и воздуха даже В каких нибудь коморках Таких мелких Допустим мы нашли железо это ура Вот типа вот Допустим я вот провалился в шахту и буду Вот так вот замурован пока меня там Никто нибудь не найдет Вот видите здесь темно и очень страшно И вот эти аппараты Самоспасатели которые выдаются Шахтерам российским и зарубежным Вообще всем шахтерам Они помогают два часа Находиться человеку без воздуха Представляете О вода там наверху Это очень плохо Два часа он может Ну дышать через этот самоспасатель Без воздуха Дело в том что там происходит Химическая реакция Когда вот человек дышит Он потребляет Ну все наверное знают из биологии Он потребляет кислород И высвобождает углекислый газ Вот этот аппарат самоспасатель Там находится специальная соль Которая углекислый газ Разлагает на углерод и кислород То есть обратно дает нам тот кислород Который мы сожгли Скажем так Съели или потребили его Это очень интересная штука Я бы хотел у себя иметь Такой самоспасатель Но чисто для коллекции Он мне конечно не нужен особо Ну красота Требует жертв Коллекционирование такое небольшое Я люблю У меня есть небольшая склонность К коллекционированию У всякого Хотел сказать хлама Но это не хлам Ну всяких вещей таких интересных Вот на данный момент У меня небольшая коллекция карточек То есть вот кредитные карточки Банковские Скидочные там подобное Я их приклеиваю себе на компьютер И сейчас там немножко есть Ну как немножко Там совсем мало Я хочу гораздо больше Чтоб было там Недавно из магазина Военные одежды Я получил скидочную карту Ее скоро тоже туда приклею Вот такие вот небольшие наклонности Мы нашли опять гранит Но мне больше всего беспокоит Что я не нашел более-менее ценных ресурсов Кроме железа Точнее мало нашел ресурсов Кроме железа Походу в последних версиях Майнкрафта с ресурсами Обращаются очень жестко И их добыть становится Все сложнее и сложнее Это гранит Кстати знаете что делают Из гранита Зачем он нужен Гранит это такая Одна из самых прочных Рут Довольно прочный камень Из него делают Облицовочный керамогранит Из него делают памятники Его шлифуют и используют Как плитку Что еще делают из него Так Что бы я сделал из гранита Ну камнями кидаются Школьные хулиганы Какие-нибудь Гранитными Гранит Гранит Такой интересный Камушек Который Ну Как бы сказать Состоится Из кварца А кварц Это по сути Это песок Ну и кварца Еще каких-то добавок Я точно не помню Его формулу Но когда-то помнил Когда-то мне было Это очень интересно Так Отлично Железо А вот железо В мировой промышленности Нужно гораздо больше Чем гранит Буквально Все из него делать Недавно я интересовался Какие объемы Производства Стали и железа Были в советском союзе То есть Во времена его рассвета И хотел их сравнить С общемировыми И с нынешней Россией Это мне было Нужно для того Чтобы вычислить Эффективность Ну коммунизма Ну так и я Не дошел до этого И просто Просто понял Что коммунизм лучше Ну как просто понял Эта идеология Гораздо ближе Ко мне Чем капитализм То есть вот Даже если я зарабатываю В капитализме Большие деньги Ну по душе Мне ближе к коммунизм Где любая вещь Кстати Дорогие друзья Вы знаете Что такое коммунизм Кто знает Что такое коммунизм Напишите в комментариях Есть ли такие Знатоки Политических Тонкостей У нас Мы нашли лаву Она нам тоже Пригодится Мы ее будем использовать В своих Корыстных целях Ну попозже Ну что Никто не знает Что такое коммунизм Что ли Напишите Давайте Я потом буду читать Эти комментарии И возможно И возможно Даже на них отвечать Но Я вам Расскажу Ну не то что Своей вязью Что такое Коммунизм Ну я самую Суть расскажу А не вот эти Книжные Понятия То что Говорят вам Учителя Часто Коммунизм Это плановая экономика Бла-бла-бла И так далее Непонятно Скажем так Вот Что такое Вы это видите Ура Алмазы 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 Ха-ха-ха Мога алмазов Блин Алмазики 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 Ну Сейчас мне нужно Хирку Переплавить Железо Сделать хирку Алмазики Коммунизм Алмазики 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 Коммунисты Почему Коммунисты А я хотел Рассказать вам Про Коммунизм Нет Только не Это А не Фу Я думал Доски Забыл Все Не забыл Так Коммунизм В общем Я не могу Рассказывать Про коммунизм Пока у меня здесь Алмазики Есть Блин Так быстро Нашел алмазы Буквально 13 минут В шахте И Тю-тю Алмазики Уголь Я не имею права Сжигать Буду сжигать Доски Таким образом Досок У нас Надолго Не хватит Алмазики В общем Коммунизм Это когда Допустим Каждый человек Кто живет В обществе Ну На улице В школе В институте Там Не знаю Еще где-нибудь В работе И Он Имеет равный доступ Ко всем Материальным ценностям Материальным благам Что и другие То есть Что это значит Вот допустим У вас Нету автомобиля Машины Вы При коммунизме У вас Не будет Такого Чтобы у вас Не было Автомобили Если есть Автомобили В природе Если ученые Изобрели Автомобиль А его Изобрели То у каждого Есть этот Автомобиль Получается Алмази Как их Много Блин Ну Про автомобиль Я конечно Загнул Так Непонятно Скажем так Что такое Коммунизм Это когда У тебя Все Бесплатно Абсолютно Все В этом Мире Все Что можно Придумать Включая Алмазы Золото Автомобили Квартиры Дома Ракетные Корабли Там Не знаю Шахты Майнкрафт В том числе Он неплатный Будет При коммунизме Все Бесплатно Но Ну не то Что даже Бесплатно Но вообще Ничего не стоит Нет денег В коммунизме То есть Вы не должны Вы просто Выходите На улицу Вот Из дома Вышли на улицу Вам захотелось Поесть Вы заходите В магазин Кафе Столовую И просто Берете Оттуда Еду И едите Или там И едите То есть Вы не платите Ничего Потому что Ну это Коммунизм Что вы хотели Именно Такая система Считается Самой Справедливой На мой взгляд И вообще Это По сути Самая справедливая То есть Самое Вам понадобился Автомобиль Машина Вы просто Идете На парковку Берете Любой Автомобиль Который Вам понравился Который Там стоит И едете На нем До того места Куда вам надо Как только Вы доехали Вы оставляете Его на парковке И уходите По своим делам А кто Нибудь Другой Может Тоже Спокойно Сесть В этот Автомобиль И поехать По своим Делам То есть Вот это Идеальный Коммунизм Который Возможен Который Осуществлялся Даже в России До начала До 50 Годов То есть Когда Жил Еще Хрущев Тогда Вот в этих Годах Хрущев Сталин И тому подобное Вот в этих Годах Был такой Довольно Таки Хороший Коммунизм Но потом Его испоганили Разрушили Сделали Советский Союз Таким Страшным Чудовищем Что Пришлось Это Вот Все Менять Красная Пыль Хорошо В общем Нет Ничего Лучше Коммунизма В этом Пока Что Нет Ничего Лучше Коммунизма Скажем Так Мне Очень Понравилась Идея И я Теперь Буду Считать Себя Коммунистом Ну и раньше Я склонялся К этому Ну теперь Скажу Что Именно Эта Система Если бы Ее Не Испоганили В Советском Союзе Так Плохо Бы Все Не Сделали Что Людям Стало Практически Нечего Есть Очередя Огромные Все Такое Еще И Деньги Были Вообще Жесть Нельзя Так Делать Потому Что Именно Коммунизм За ним Он Надеюсь Это Будет Конечно Поскорее Я Ради Этого Готов Все Отдать Буквально Даже Жизнь Свою Это Одна Из Трех Вещей За Которые Я Готов Отдать Жизнь То Есть За Мировую Революцию Скажем Так За Коммунизм Ну а Остальные Две Это Естественно Здоровье Своей Семьи То Если Жена Дети У меня Будут То Их Целостность И Здоровье С Ну Как бы Семьи Родителей То есть За мать Там Отца И там Подобное За близких Мне Людей Вот Три вещи За которые Я готов Отдать Жизнь Вот За Россию В том Виде Которые Она Сейчас Взяла Напала На Украину Она Взяла Там Не знаю Начала С кем Воевать Вообще Братский Народ Вы Че Совсем Попутали Вот Это Мне Крайне Не понравилось И За Это Я Жизнь Ни В коем Случа Не Отдам И Если Ну Разве Что Там Война Будет Какая Глобальная Надо Будет Спасать Конечно Но Мне Это Не Нравится А Советский Союз Вначале Когда Он Был Более Менее Справедлив При Сталине И Хрущеве Немного Вот Он Мне Нравится Гораздо Больше Чем То Что Сейчас Происходит Рыночная Экономика Она Мне Не По Душе То Есть У Нас Нефть Дорожает Нам Хорошо Нефть Дешевеет Нам Прям Конкретно Плохо Вообще Бред Какой-то Чего Мы Должны От Нефти Зависит Это Сырьевой Предаток Обидно Неприятно Но Ничего Не Поделаешь Так Что У Нас Мы Добыли За Сегодня 8 И 9 И И Я Каждый Раз Когда Буду Находить Алмазы Буду Затыкать На Пару Секунд Сегодня Алмазы День Я Не Знаю Почему Вот Я Знаю Почему Много Алмазов Если Вы Постоянно Будете Говорить Про Коммунистов Про Коммунизм Про Мировую Революцию Но Не Обязательно Про Ленина И Сталина А Именно Про Коммунизм В Идеале Как Карл Маркс Больше Алмазов И Так Случается Вот Буквально Блин 17 17 Алмазов Я Нашел Дорогие Друзья Вы Представляете Я Даже Прямо Сейчас Делаю Алмазный Кирпун Щупа Ку Ща Бай Добай Топту Надо Эту Сломать Сначала Сделаю Алмазный Меч Коммунизм Коммунизм Обожаю Коммунизм Коммунизм Алмазики Алмазики Та-дэ Та-дэ Ну даже Лопату Я Алмазную Сделаю Потому Что Большое Количество Ремонтных Работ Но Мотыгу Я Не буду Делать Я Не Такой Псих Чтобы Делать Алмазные Мотыги Так Все Это Выкидываем Нафиг Так Что Еще Бум Выкинули Ничего Не Выкинем Больше Мы Просто Здесь Закроем И Раздробим Вот это Так Все Отлично Вот Побыстрее Железо Тоже Неплохо Ну как Неплохо Из железа Мы будем Получать Ведра Возможно Будем Делать Решетки Какие Нибудь Пригодится Лишним Лишним Уж Точно Не Будет Так Освещаемся Все Наконец У нас Горело И Теперь Алмазной Киркой Мы Будем Работать Гораз Дольше Гранит Нужно Добыть Обязательно В Больших Количествах Это Довольно Ценный Рис Ну Конечно Алмазы Поценнее Были Я бы Еще Броню Будь Замутил Ну Это Потом Чуть Бедрок Не Выкопал Шут Выкопаешь Его Тут Так Почему Мы Не Находим Алмазы Потому Что Не Говорим Про Коммунизм Так Пошли Сюда Те Нет Пошли Обратно А то Мы Заблудимся Еще Пошли Обратно Может Быть Еще Алмазики Найдем А может И не Найдем Так Нужно Рассказывать Теорию Коммунизма Так Что Это Значит Что Это Во-первых Все Бесплатно И Образование И Вещи И Машины И Квартиры То есть Захотелось Вам Жить В Москве Вы Просто Садитесь На Поезд Не Покупайте Даже Билет Это Чистый Коммунизм Как Он Должен Быть А не Как Его Обычно Все Воспринимают Вы Покупаете Просто Билет И Едете В Москву Хотите Там Жить Вы Просто Ну Не Знаю Обращаетесь В Жилищный Коммунитет Типа Я Хочу Жить В Везде Все Бесплатно И Как Ну Запустим Вы Зашли В гостиницу Вы Живете Только Не Платите Никаких Денег Вы Пользуетесь Там Не Знаю Идите Возможно Там Работаете Там Подобное Просто Все Вот Абсолютно Бесплатно И Свободно Это Полностью Самое Свободное Общество Которое Может Быть А Вы Мне Не Верили Вот Как Только Вы Начинаете Говорить Про Хорошие Вещи Про Коммунистов Про Коммунизм Про Идеальное Общество Идеальная Систему Вы Находите Даже Алмазы Майнкрафт Смотрите Алмазики Блин Я Сегодня Алмазный Прям Не знаю Буду Алмазный Король Хотел Сказать Блин Ну Их Так Много Не Везет Прям Ну Или Есть Какая Закономерность Я Не Знаю Откуда Ну Мне Это Нравится Ну Я Теперь Побежал Домой Хватит На сегодня Шахтерских Приключений В принципе Ресурсы У нас Есть Нам Сейчас Нужно Только Так Я Не Понял Куда Я Бежу Бегу Сюда Или Туда Нам Нужно Выбираться Отсюда Ага Все Я Правильно Прибежал Ладно Потом Это Сделаем Хотел Сделать Одну Интересную Вич Теперь Поднимаемся Вверх И Вот Это Как бы Скажем Это Наверное Серия Будет Называться Алмазные Приключения И Как Вы Видели Сколько Алмазов Добыл Учитывая Ресурс Ну Около 20 Даже Больше 20 Алмазов Я Добыл За 20 Минут Точет Каждую Минут Я Добывал Алмаз И Это Это Мега Круто И Блин Я Не знаю Это Все Из-за Коммунистов Скажем Так Спасибо Друзья За Просмотр С вами Был Турбоежик С вас Лайк И Комментарий Ой Комментарий Говорю В плен У меня Уже Голова Ну Люди Которые Ну Еще Не Подписались На Мой Канал Есть Такие Наверное С вас Подписочка Потому Что Это Поможет Моему Каналу Ну Естественно Будете Следить За Обновлениями Которые Дальше Будут Выходить Я По ходу Пьесы Буду Изучать Вот Данный Майнкрафт 188 Последняя Версия На Сегодняшний День И Так же Новые Интересные Моды Но Если Хотите Будете Смотреть Если Нет Ваше Дело Так же Любой Лайк Который Вы Поставите Под Этим Видео Вот Каждое Мое Видео Ну Смотрит Где-то Там 50 Тысяч Человек Может Больше И Там Подобное Может Меньше Если Каждый Из Вас Человек Который Сейчас Прямо В эту Секунду Смотрит Это Видео Если Каждый Из Вас Поставит Лайк На Этим Видео Будет Больше Миллиона Просмотров Это Очень Полезно Для Канала Поэтому Я Постоянно Прошу Постоянно Напоминаю Я Вот Для Вас Снимаю Видео В Принципе Это Не Так Легко Сделать Гораздо Проще Играть Без Съемки Видео И Приятнее Я Вас Каждый Раз Об Этим Прошу Чтобы Вы Поставили Лайк Не Просто Так Не Просто Там Не Знаю Это Мелочь Это Очень Полезно Если Будет 20 Тысяч Лайков Хотя Бо Под Видео Это Будет Крутое Видео Это Будет Супер Видео И Ваш Лайк Будут Видеть Еще Другие 20 Тысяч Человек Особенно Если Еще И Комментарии Напишите Так Что И Вам Это Будет Интересно Допустим Вы Написали В Комментарии Меня Зовут Сережа К примеру Говорю Это И Я Хочу Играть Мне Там 20 Лет И Сколько Там Вам И И Поставили Лайк Этот Комментарий Будут Видеть Огромное Количество Людей И Благодаря Вашему Лайку Огромное Количество Просмотров Там Будет Возможно С Вами Тоже Захотят Играть Так Что Ребят Не Ленитесь Это И Вам Будет Полезно И Мне Спасибо За Просмотр С Вами Был Турбо Ёжик Всем Пока До новых